Возможен ли счастливый финал в битве рядовых жителей за земли в Иркутском районе, пока неизвестно. Доказать свои права на полученные участки людям приходится в суде. И накануне прошло новое заседание. Мечта, за которую приходится биться. Последние полгода подготовка к заседаниям занимает у людей куда больше времени, чем работа по хозяйству. Накануне состоялся очередной суд. Но и на этот раз жители дачного товарищества «Мечта» так и не смогли доказать, что свои участки приобрели по всем правилам. В прокуратуре уверены, земли были выделены незаконно и принадлежат государству. На последнем заседании суда, получается, судья сочла недостаточными основания прокуратуры, которые она приводит в рамках гражданского дела. Поэтому она назначила экспертизу, которая должна будет обозначить, так сказать, и порядок документов, и вот эти все кадастровые номера, чтобы люди, определенные специальными познаниями, дали оценку по этим землям. На экспертизу уйдет минимум месяц, а затем новые заседания, которые и определят статус земель. В отличие от садоводства «Ангарские зори», судьба которого уже решена. В начале февраля суд удовлетворил иск прокуратуры и вернул государству 30 гектаров земли. И это несмотря на то, что люди уже построили свои дома. Однако у самих покупателей есть возможность возместить ущерб, связанный с приобретением участков. Также через суд. Юридическую помощь в этом вопросе готова оказать прокуратура. Здесь же подскажут, с кого просить компенсацию. Иск в суд на продавца, а тот, кто построился, допустим, и получил земельный участок, в соответствии с гражданским законодательством, иск идет к органу местного самоправления. И там уже взыскиваются все убытки, которые понес граждан. Ну, по гражданскому законодательству там еще и упущенная выгода взыскивается. Но тут уже вопрос доказательств. Но в конечном счете даже такая помощь лишь малое утешение, когда на кону спокойная жизнь в своем доме. И пока жители садоводства Ангарский и Зори определяются, как именно возвращать потраченные деньги, люди, купившие землю в мечте, надеются, что суд все-таки встанет на их сторону. Павел Желудев, Михаил Глазин. Новости по будням.